Саня, расскажи, что тебя побудило купить вот такой пуфик? Давно думал о такой штуке, приглядывался, и вот в 21 году меня дернуло все-таки в начале зимы его приобрести. Что меня дернуло на это? Во-первых, больная спина. То есть каждый раз наклоняться за ящиком, это для меня настоящая мука, и к концу рыбалки уже все ломит. Поэтому я решил попробовать, и перед самым подорожанием купил, по-моему, в районе 2000 он стоил на тот момент. Вот такую надувную штуку, легкую, полкилограмма всего веса. Единственное, я не придумал пока, как оптимально его цеплять к себе. Цепляю пока его с помощью вот такого ремня. Также через ремень пропускаю, и он у меня непосредственно к заду приделан. То есть с помощью ремня, пропущенного под вот такой вот площадочкой. Цепляю через ремень, через свой, через лямки. Рез. Рез. Ну, это мое как бы изобретение, можно так сказать. Рез. И пошел. Выглядит это все, конечно, довольно забавно. Вот, но мне лично удобно. Поднимаешься, руки свободны. Низачем наклоняться не надо. Удочка в руках, шабалка в руках. Все как бы достаточно так удобно и комфортно. В качестве того, что там ничего туда не положишь, это плохо. Ну, в общем, есть мешок. И в мешок можно рыбу собирать. Вес очень легкий, полкилограмма. Его практически не замечаешь. Да, практически его незаметно. Незаметно в плане веса. Выглядит это, конечно, смешно. Но зато удобно. Сам производитель вот этих пуфиков позиционирует, что они в какой-то мере, наверное, для безопасности. Но я что-то сомневаюсь. Если только на нем какое-то время удержаться, если в руках он. А если непосредственно к заду предела, наверное, это не очень хорошо. Потому что, наверное, как поплавок будешь там вниз. Скорее всего, даже минус, да? Даже минус. Как бы он кверху не поднял. Ну, не знаю, я не лезу в такие уж опасные места. В реальных условиях ты его не тестировал в качестве средства безопасности? Нет, не тестировал. И, надеюсь, не придется. Протаскал я его, значит, 21-22 год сезон. И вот 23-й уже начинаю таскать. Есть небольшой минус, что он начал цедить потихонечку внизу по шву. Ну, в общем-то, на рыбалку хватает. Ну, на крайняк можно разок и подкачать. Накачивается он ртом. Я его практически не спускаю. Даже в процессе перевозки. Места он не так много занимает. Как его цеплять помимо вот такого способа? Не знаю, через плечи пробовал. Он шаркает, вошкается. И тут и костюм, по-моему, портится от него, прошаркивается. Если через плечи прогонять. Поэтому вот пока такой способ. А штатное такое-то средство для цепления его? Нет, не было. Никаких штатных средств. Это, не знаю, надо придумывать на ходу. Тут изначально вот эта площадка была и все. Предусмотрено, что таскать его в руках, да? Или в руках, или на веревочке. Я вот видел, возят в ролике в одном. Прям на веревочке таскают. Но мне кажется, он болтаться будет и неудобно. Опять его подтаскивай. А тут я сразу в любую точку пришел. Раз. Сел. Сейчас. А, вот отличный, кстати, плюс. То, что весной, когда много воды, к нему вода не намерзает совершенно. И садишься хоть в лужу, хоть куда садишься, он нормальный. До минус 20 на нем сидеть комфортно. Зад не мерзнет. Комфортный. Мне нравится. Ну да, вещь, конечно, забавная. Не знаю насчет всех. Я вот сколько год проходил. Ну, близкие ребята посмеются. Друзья, товарищи. Ну и хорошо. Значит, настроение поднял им. А кто чужие, мне по барабану, что они смеются, не смеются. Плюсы. Не надо наклоняться каждый раз. Это основной для меня плюс. После того, как я начал его использовать, сразу меньше спина стала болеть. Он на комфортной для меня высоте. Он легкий. Занимает минимум места. Его можно и сдуть. Ну, вот как обычный надувной шарик надуваете там более-менее среднего размера. Он также примерно по времени надувается там, не знаю, ну минута-две. Значит, есть такая вот трубочка. Вытаскивается отсюда. И он сдувается. Понятно, сейчас уже холодно. Сейчас холодно, порядка 20 градусов. Он сдувается похуже, потому что пожестче стало. И надувается очень быстро. Все, готово. Садись и пользуйся. Внизу вот такая вот есть, не знаю, броня-не броня, как ее назвать. Ну, вот единственный минус вот в этой складочке. Вот начал он потихонечку цедить. В остальных местах. Легкий. Не знаю, возможно, брак производства. Может быть так. Спускает воздух потихонечку, да? Да, совсем по чуть-чуть. То есть, грубо говоря, за рыбалку разок подкачал и нормально. Ну, я думаю, что, наверное, прогрессировать будет. Ну, весной, конечно, тоже очень удобно. По лужам, по всяким. Ползать, когда воду выдавило уже наружу. И она еще не ушла в лунки. Красота. Расскажи, как ты упал с этой надувной штуки-то? Ну, на кочку поставил. Ну, что, бывает. Покажи, покажи, как это было. Раздуешь сейчас. Все прекрасно. Встается и садится. Все замечательно. Вообще, без проблем. Хоть куда. Пошел чай попить товарищу. Пришел, пьел. Оп, оп. И вот так вот упал. Продолжение следует...